В 2010 году Вячеслав Фетисов предлагал вам контракт в ЦСКА, это правда? Это неправда. Тогда я бы точно не подписал никакой контракт, потому что моя нога не была в порядке. Из-за нее я не мог играть. Никакого предложения не было, да я и не подписал бы контракт. С моей ногой все было плохо, одна операция следовала за другой. Я бы, может, согласился играть в Швеции, а в ЦСКА меня не звали. Из России у меня было предложение из другого клуба, не из Москвы. Одна команда приглашала меня, когда я пытался вернуться в хоккей, но мы так и не нашли общий язык, потому что я играл недостаточно хорошо. Я не хотел приехать сюда всех расстроить и не помочь команде побеждать. Это было тяжелое время для меня, и переезд в Россию так и не случился. Я слышал, что вы открыли хоккейное агентство совместно с Клодом Лемье. Как вы решили прийти в этот проект? Мы переехали в ЦУГ, это городок рядом с Цюрихом. До него 40 минут езды. Я вложился в агентство около года назад. Это крупнейшее хоккейное агентство в Швейцарии и во всей Европе. И занимается еще тремя видами спорта помимо хоккея. У нас несколько игроков в НХЛ. На самом деле их довольно много. В НХЛ у нас играет Рикард Ракель, Хампус Линд, Холм Кевин Фиала, Тима Майер и еще несколько хороших ребят. Поскольку мы базируемся в Швейцарии, много наших клиентов выступают в местной лиге и шведском чемпионате. Да и в остальных крупных турнирах тоже понемногу. Сейчас в НХЛ выступает около 100 шведов и всего 40 россиян. Означает ли это, что шведский хоккей на данный момент сильнее российского? Сейчас в НХЛ выступает около 100 шведов и всего 40 россиян. Я бы так не сказал. Многие россияне остаются играть в КХЛ. Здесь зарплата отличается от шведской лиги и разница зарплаты в КХЛ и НХЛ не такая существенная. Если ты хорош, но не очень-очень хорош, то можно играть в России. Если бы не было КХЛ, то в НХЛ играло бы больше российских игроков. Швеция проделала отличную работу по развитию молодых талантов. У нас отличная программа развития. Думаю, то, как мы обучаем юных ребят, это хорошо у нас получается. Это еще одна причина, почему много шведов выступает в НХЛ. Очень хорошие таланты приезжают за океан из Швеции. Я удивлюсь, если это количество уменьшится. Потому что совсем скоро у нас появится новое поколение хороших игроков в будущем. Я удивлюсь, если это количество уменьшится. Потому что у нас есть еще хорошие игроки в будущем. На другой стороне мы имеем в виду. Однако Россию в НХЛ представляют сложившиеся суперзвезды. Овечкин и Малкин, повзрослели Кучеров и Панарин. А из шведов в топ-30 бомбардиров лиги только Элиас Петерсон. А где новые Форсберги и Сундины? Да, раньше в топе были Сундин, Неслунд, Зеттерберг, Бэкстрим до сих пор там. Альфредсон набирал много очков. Еще были игроки. Но думаю, Элиас Петерсон будет фантастическим игроком и войдет в топ-10 бомбардиров. Ну и российским игрокам надо отдать должное. Они действительно хороши и некоторые держат высочайший уровень долгое время. Продолжают приносить результат. Удивительно, как Овечкин и Малкин не теряют запала, чтобы выстреливать, спорить и бороться в каждой игре. Они много трудятся и продолжают оставаться лучшими. Даже не знаю, почему шведы не так успешны. Думаю, в ближайшие пять лет мы увидим больше парней из Швеции на ведущих ролях. Наши ребята часто травмируются и пропускают по 10-20 игр, но держатся неплохо. Филипп Форсборг хорошо начал этот сезон в Нэшвилле. И другие парни могут войти в бомбардирский топ-10 в ближайшие 1, 2 или 3 года. В России считается, что после того, как сошло со сцены золотое поколение, выигравшее Туринскую Олимпиаду, шведским сборным нового бородца не хватает бойцовского характера. И последние крупные успехи ваша команда достигала только в том случае, когда привозил на турниры абсолютно лучший состав. Вы согласны с этим мнением? Не знаю, не знаю. Если посмотреть на победные чемпионаты мира в 2013, 2017 и 2018 годах, да и на начало 90-х, и еще несколько раз мы были близки к успеху. Ну что, до игроков несправедливо говорить, что Швеция была в какой-то момент не в сильнейшем составе. Ведь играть на чемпионате мира приезжали все лучшие из НХЛ. Некоторые даже пересекали Океан, чтобы провести по несколько матчей. Как и говорил раньше, в течение года через сборную проходят больше 120 кандидатов, а лучшие играют в НХЛ. Можно собрать шесть сборных и остается еще много шведов в НХЛ и достаточно хороших кандидатов, которые часто выступают за сборную. Просто они не лучшие. Может поэтому говорят, что у наших команд нет психологии победителя. Когда я играл за национальную команду, у всех на уме были матчи за их клубы. А в шведской лиге всегда очень высокая конкуренция. Поэтому лично я не вижу большой разницы. Потому что национальную команду есть хорошие игроки, но они не на уровне. Я не знаю, может быть, это то, что они думают, что они не имеют победительную аттитуту. Потому что, также, когда я играл за национальную команду, вы играли за национальную команду в течение года. В последнее время у меня есть игрок с командой. Когда вы вернете, это всегда так крепко, в Сведской лиге. В другой стороне, я играл с Сундзином и помню его характер. Когда он хотел победить. Его огромные глаза и радость от побед. Такого у современных игроков не увидишь. Может, поэтому никто из них не входит в топ-10. А в нашем поколении было больше игроков с такой экстра мотивацией для победы. Я считаю, что сейчас у нас есть игроки, которые дорастут до высот нашего поколения. В России вас многие называют лучшим шведом, когда-либо игравшим в хоккей. А кого вы назовете лучшим русским, когда-либо игравшим в хоккей? Когда я рос в Швеции, я не видел ни одного русского до конца 80-х. Потом я рос на русской пятерке с Ларионовым в центре. Смотрел на то, как они играли на чемпионатах мира и других турнирах. Потом была тройка «Быков», «Хомутов», «Каменский». А с Валерием мы вместе играли в «НХЛ». Кто лучший хоккеист из россиян в истории? Я не знаю. Может, склоняйтесь к Валерию Каменскому? Мы знали точно, где каждый из нас с Валерием находится на льду. Мы будто читали мысли и могли предсказать развитие событий. Валера великолепно владел клюшкой и мне действительно нравилось с ним играть на протяжении многих лет. Трудно сказать, кто был лучшим. Я играл против Федорова в расцвете сил. Сергея было невозможно поймать. Могильный буквально летал по площадке и забивал с любой позиции. Разумеется, на ум приходят Овечкин и Малкин, но не знаю, кто был лучше всех. Временами они были очень хороши. Я успел поиграть против Овечкина. Но в лучшие годы Федоров был самым крутым. Датсук в Детройте был неподорожаемым. Ну и Константинов — супер сбалансированный защитник. Не знаю, кто был лучше. У вас было много классных игроков. Вы упомянули Александра Овечкина. И весь хоккейный мир сейчас спорит. Сможет ли он побить рекорд Грецкий? А вот как вы думаете? Ну пока он делает все для того, чтобы побить этот рекорд. В свои годы забивает такое огромное количество голов. Все, конечно, зависит от того, сколько еще лет он будет играть. Главное, что Александр сохраняет в себе огонь, чтобы забивать голы и продолжает это делать. В Вашингтоне с ним играет Бэкстрим, кстати. Побьет ли он рекорд Грецкий? Никто не знает. Посмотрим, будет ли он здоров. Если с этим все будет хорошо, то нет ничего невозможного. Если он продолжит забивать в нынешнем темпе, то рекорд Грецкий падет. Ваше время хоккеистам, в том числе и звездам, приходилось тяжелее из-за того, что была игра совсем другой. Вы часто получали травмы. Временный формат хоккея, когда у звезд больше свободы, их против них меньше фалят. Он позволил бы вам достичь больших успехов в игре? Может быть, да, а может и нет. У меня случались травмы, но проблемы с ногой начались в 30 лет. Будь я здоров еще лет десять, то, может быть, успел бы и побольше. Я действительно не избегал физического контакта. Сейчас больше борьбы, но скорости в игре возросли. Хоккеисты стали быстрее, они лучше готовы. Когда сейчас попадаешь в контакт, то это больнее, чем раньше, когда хоккей не был таким быстрым. Невозможно сказать, было бы мне лучше или хуже сейчас. Мне нравилось играть в тело. Пусть не то, чтобы я был в этом хорош. Для меня это было нормально, даже если я получал в каждой игре. Алексей Ковалев недавно давал интервью и сказал, что в 90-е годы ему приходилось играть с большей выдумкой, использовать интересные финты и приемы. Сейчас такого нет. Другой наш НХЛ, Евгений Кузнецов, утверждает, что в НХЛ сейчас многие бегают, словно курица без головы. Почему хоккей развивается именно в этом направлении? Между моментами, когда я приехал в НХЛ в 1924 году и когда сыграл свой последний матч в 2011, игроки стали кататься значительно быстрее, стали лучше следить за собой вне льда, правильно питаться, заботиться о себе. Но все же, если говорить о чтении игры, наше поколение было намного лучше. Конечно, современные игроки лучше оснащены, лучше бросают и все такое, но все же в прежние времена мы постоянно играли на улицах 3 на 3 или 5 на 5. Не думаю, что преимущество нынешних игроков столь велико, просто им приходится быстрее принимать решения, но при этом игру они читают не лучше нас. Я играл вместе с Брайаном Троттье, который выиграл несколько кубков Стэнлис Айлендерс. Он был помощником главного тренера Скалорадо. И когда мы вместе с ним играли 3 на 3 с травмированными, он был просто лучшим в предуганивании событий, буквально доминировал над всеми нами. Я даже хотел его ударить, потому что он нас переигрывал. Раньше мышление было заточено на чтении игры, а нынешние хоккеисты не дотягивают до этого. Наверное, это вы имели в виду, когда задали вопрос. Несколько игроков очень хороши, но средний уровень не так хорош, как раньше. Просто всё намного быстрее. Именно с этим всё связано. Чтобы справиться с высокими скоростями, приходится быстрее соображать. Не думаю, что голова успевает за телом последние 15 лет, если вы понимаете, о чём я. Игра стала такой быстрой. И совсем не странно, что голова не успевает соображать в таком темпе. Попробую объяснить. Я не думаю, что в детстве они больше нас играли 4х4 и 3х3. Мы больше играли на улице или заднем дворе. И сейчас всё дело в том, чтобы кататься быстрее и улучшать технику. Мы предпочитали просто играть и разыгрывать разные ситуации по 5 часов в день. Сейчас такое делают, наверное, всего час в день. До сих пор помню ролик, когда вы стоите на озере и бросаете шайбой одной рукой с клюшки. Кто-то ещё может это сделать? И вообще, у кого сейчас лучший кистевой среди действующих игроков? Да, только на Лио. И как вы сможете это сделать? И кто-то из активных игроков имеет лучший риск? Я думаю. Большой риск? Я думаю, что Элиас Петерсон выбирает по клюшку. Он невероятно. Он не будет большим человеком. Он имеет большие силы. Элиас Петерсон невероятно бросает, учитывая, что он не самый большой парень. Но у него очень техничный бросок. Он просто великолепно использует клюшку. Челчок самый лучший, конечно же, у Овечкина. Кистевой бросок у Тарасенко. Сначала он давит на клюшку, а потом выпускает снаряд. Даже не знаю, кого ещё упомянуть. Пастерняк бросает очень здорово. Очень быстрый бросок у него. И он всегда готов к этому броску. Кто ещё хорошо бросает? Ну, пожалуй, у Тарасенко самый мощный бросок с кистей. Отсутствие хоккеистов из NHL на Олимпиаде для вас стало трагедией или вы с этим уже смирились? Ну, я бы не называл это трагедией, но, конечно же, игроки НХЛ должны быть на Олимпиаде. Я очень надеюсь увидеть НХЛовцев на следующих играх, даже если перспективы не особо хорошие. Есть чемпионат мира, на который не приезжают все лучшие, хотя это хороший турнир. Нам всё же нужно соревнования, где все лучшие будут играть друг против друга. Может быть, они поменяют формат или уменьшат расписание, чтобы НХЛ все приехали. Но я очень хочу увидеть лучших хоккеистов на Олимпиаде. И все люди жаждут насладиться их игрой. С другой стороны, у владельцев некоторых клубов сохраняются другие обязанности перед этими самыми клубами, перед командой и фанатами. Россия выиграла последнюю Олимпиаду без участия НХЛовцев. Вы считаете, что это золото можно сравнить с теми же медалями, которые выигрывали команды на предыдущих Олимпиадах с 1998 года, когда НХЛ начала отпускать своих хоккеистов на эти турниры? Знаете, я выиграл первое Олимпийское золото в 1994 году. Тогда там тоже не было НХЛовцев. А в 2006 игроки из НХЛ уже были. И я оцениваю два этих золота абсолютно равнозначно и одинаково. Точно такая же Олимпийская медаль. На турнирах играет столько же команд. Побеждать нужно всех. Я действительно оцениваю их на одном уровне. Олимпийский турнир – это все равно очень большой турнир. Конечно, не точно такой же, как тот, на котором выступают лучшие игроки мира. Но если вы спросите кого-нибудь в глубинке, у кого лучшая сборная в мире, и считается ли Олимпийская победа, да никто не будет никогда учитывать такие подробности. Это все тоже турнир для всего Олимпийского движения. Все равно ты на Олимпиаде со всеми остальными спортсменами. Нужно стараться, чтобы победить. Когда я был в Корее, ну честно, думал, что Россия забьет Германию 99 или 100 шайб, но их игра была очень упорная. Был настоящий финал, все нервничали, приходилось выкладываться на полную. Все равно нужно побеждать, чтобы стать лучшей командой. Разница незначительная есть, но Олимпийское золото остается Олимпийским золотом. Их разыгрывают только раз в четыре года. Для игрока обидно не поехать на Олимпиаду. Когда играл я, я жаждал побывать на Олимпиаде и попытаться выиграть ее для моей страны. На последней Олимпиаде сборная России играла без флага и гимна, называясь командой олимпийских атлетов из России. Сейчас ВАДА хочет оставить Россию без крупных соревнований на четыре года. Заслужили Россия и российские спортсмены такого отношения к себе? Или просто стали жертвами большой политики? Я не читал все новости по этой теме, мне тяжело ответить на данный вопрос. Должна быть причина, по которой это хотят сделать. И я не тот, кто может ответить на этот вопрос, уж извините. Я понимаю. Давайте тогда вернемся к теме НХЛ. Сейчас много обсуждается вопрос, связанный с некорректными высказанными тренеров в прошлом. Один из этих тренеров Марк Роффорд, с которым вы работали в Колорадо. Напомните нам, как он себя вел в те годы, когда работал вместе с вами в Эвиландж? Да. Мы работали с 1995 по 1998 год. И в команде была напряженная обстановка. При этом я был одним из лучших игроков в команде. Поэтому мне меньше всех доставалось. Он иногда использовал страх для мотивации игроков. Например, чтобы убедиться, что парни из четвёртой тройки будут идти до конца. Но я никогда не видел, чтобы кто-то кого-то бил или допускал расистские оскорбления. С другой стороны, это была вообще другая эпоха. И тогда он был далеко не единственным, кто использовал такие методы. Все знают, что Майк Кинон позволял себе более жестокие выходки. Времена меняются, и всё меняется к лучшему. Такими методами сейчас уже невозможно тренировать. Даже специалисты, которые поступали так раньше, теперь перестали жестить. Игроки уже не примут такое поведение, и инцидент в итоге вылезет наружу. Сейчас так больше не поступает, но раньше такое было в порядке вещей. Но тренер просто хотел, чтобы команда выполняла его установку. То же самое можно сказать и про Билла Питерса, которого недавно уволили и искал. Как вы вообще относитесь к тому, что тренеров увольняют за их грехи из прошлого? За то, что они делали 10-15 лет назад. Разве это вообще честно? Ну, как я уже говорил, это была другая эра. Но Питерс допустил российское высказывание. Думаю, в любом случае это не закончилось бы ничем хорошим. В то же время я не знаю, насколько можно возвращаться назад. Правда, я не думаю, что Питерс допустил только это высказывание. Шведский вратарь Чикаго Робин Леннер тоже сказал, что непонятно, на какой срок можно возвращаться в прошлое в этом плане. Я, собственно, не тот, кто может рассуждать на эту тему. Я не знаю точно, что Питерс конкретно сделал. Возможно, еще больше подробностей от нас скрыто. Все равно Билл не должен был бить кого-либо или оскорблять его за его расу. Плюс в том, что мы двигаемся в правильном направлении. Мы точно движемся в правильном направлении. Если ты тренер, то поступать таким образом ты можешь только год-два, ну максимум три года, потому что игроки устают от этого. Ну ладно, угрожаешь ты сослать их в фарм-клуб. Допустим, сто раз угрожаешь, но не делаешь этого. Ну окей, в сто первый раз они тебе уже не поверят. Поведение тренера очень поменялось за последние десять лет и такой жести мы уже не видим. В наше время наставники могли себе такое позволять, но я рад, что эта эра подошла к концу. Ну в ту эру вы чувствовали себя совсем неплохо и можно считать это вашим временем. Да, но в этом плане приходилось трудно мягким игрокам. Лично на меня кричали, может всего раз. Вся команда сплачивалась вместе и парни стояли за тебя и друг за друга. Но, как я уже сказал, хорошо, что такие методы тренеров больше не работают. Но, как я уже говорила, это не работает, поэтому это хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...